Вот уже 20 лет подряд растет число онкологических заболеваний, связанных с мочеполовой системой. Самые распространенные виды рака – предстательные железы, мочевого пузыря и почки. Каждый год взрослых пациентов с подобными патологиями выявляют на 100-120 человек больше. Кто-то предрасположен к болезни генетически, у других опухоли возникают из-за вредных привычек, говорят врачи. Вот эти риски, они действительно с этим очень сильно связаны. Курение, алкоголь, профессиональные вредности, связь с химикатами, с производными каких-то химических продуктов, бензин, нефть, газ – это все факторы серьезного риска. Благоприятный исход зависит от стадии заболевания. 90% пациентов с первой и второй имеют все шансы на ремиссию. Но и на поздних стадиях шансы есть. Сегодня мы имеем возможности получения длительных пролонгированных ремиссий у тех пациентов, которые сегодня не могут быть радикально излечены. То есть в тех ситуациях, когда, к сожалению, опухоль становится неудалима, в тех ситуациях, когда опухоль выходит за границы предполагаемых резекций, существует лекарственная терапия. Это лекарственная терапия сегодня достаточно эффективный метод лечения. И при правильном подходе это позволяет перевести заболевание в хроническую форму и таким образом продлить жизнь наших пациентов, ну, можно сегодня говорить годами. Для лечения применяют химиотерапию, гормональную, иммунотерапию, так называемую таргетную, наиболее щадящую. Последний метод способен полностью уничтожить опухоль, практически не навредив здоровым клеткам. Благодаря новейшим методикам в последние годы врачи уже стали относить онкологию к хроническим заболеваниям, таким как сахарный диабет, гипертония или бронхиальная астма. А при грамотной медицинской поддержке убеждены онкологи, со злокачественной опухолью жить можно. Можно только обращать внимание на возможное прогрессирование болезни. И если это, к сожалению, случилось, как можно быстрее обращаться к специалистам. Анара Шагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.